Здравствуйте! Сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы. И темой моего разговора будет длительная тренировка и как она способна повлиять на наш организм. Не всегда длительная тренировка это что-то полезное для нашего организма, что-то необходимое, так как длительная тренировка это высокий риск травматизации. Это очень длительное стрессовое состояние на все наши органы, на все наши системы. И все это очень нехорошо в дальнейшем может повлиять на ваше здоровье. Также помимо всего этого, одно из наиболее частых и первых явлений, что возможно с вами может произойти при очень длительных тренировках, это желудочно-кишечный синдром. Во-первых, начнем с того, что длительная тренировка это тренировка, которая более двух часов. Желудочно-кишечный синдром возникает в результате того, что повреждаются клетки кишечника, и все те токсины, которые содержатся в нашем кишечнике, попадают в кровь. О том, как проявляется желудочно-кишечный синдром, я не думаю, что есть какая-то необходимость это описывать. Это происходило с многими из нас, поэтому не требую какой-либо конкретизации. Кто подвержен желудочно-кишечному синдрому? Во-первых, это наши спортсмены, которые занимаются велоспортом, это наши бегуны на длительные дистанции, ну и все те, кто пренебрегают своим здоровьем, занимаются очень длительно, без каких-либо перерывов, отдыха, и тренировки такие довольно-таки энергозатратные и интенсивные. Надеюсь, что сегодня у меня получилось ответить на ваш вопрос, и вы поняли, что действительно вредны, получается, наши длительные тренировки, и ничего полезного в этом для нашего организма действительно нет. Поэтому занимайтесь правильно, читайте больше об этом. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео.